Короче, вот видишь планету? Вон солнце светит, да? Вот светит солнце, светит планета. Короче, смотри. Изи способ, как... Вот тут можно смотреть даже на Луну, на Марс посмотреть. В общем, это всё неважно. Вот Марс, Луна, где там Марс? Давай посмотрим на Марс. Вот, оп, мы на Марс прилетели. Здесь тоже можно его рассматривать, всякие. Кратеры, эти... Видишь, диков. Короче, в общем, не суть. Глобус. Смотрим на планету Земля. Вот солнце, да? Видишь, как далеко планета от солнца? Эй. Ну, ну. Смотри. Как сделать бесконечную энергию? Земля крутится вокруг своей оси. То есть ты знаешь. Ну, вот так вот. Я вроде не дебил. В жи-ви-ви крутятся, в общем, неважно. То есть и поэтому, если типа заставить какую-то точку солнечными батареями, то они будут работать, ну, то есть не круглосуточно. Когда солнце, соответственно, поворачивается, точнее, земля поворачивается к солнцу не той стороной, когда идут, например, солнечные батареи, то они перестают работать. То есть они работают только половину времени, которое могли. Короче, как решается эта проблема? Мы должны поставить две статичные станции. То есть станция должна быть здесь, вот справа от земли, вот прямо где мой курсор, и слева от земли. То есть они должны будут направлять луч на землю. То есть в чём их фишка? У них должна быть такая скорость вращения и направление, чтобы когда земля крутилась, они были статичны. То есть типа, ты понял, летит только земля, эти башни просто как бы летят за ней и не крутятся. То есть, а потом мы полностью по всей орбите земли делаем такой пояс из этих солнечных батарей. То есть от этой станции до этой. В итоге у нас получается огромный такой пояс, как бы вся траектория полёта земли, она будет в солнечных батареях. То есть и вот эти вот две огромные станции, они будут очень сверхмощным лучом передавать энергию от солнца, то есть на землю. У нас будет бесконечная энергия. То есть и не будет такого... В смысле и окончили. И не будет такого дебафа, что типа ночью поворачивается земля на ту сторону, и... Для начала это будет нереально сложно, чтобы они были статичные, потому что... Да не, заизи. У тебя скайп лагает. Мне стремлено. Мы просто их сюда запускаем, как бы и что с ними будет. Ну, это будет как бы спутник земли. То есть это просто заизи делается. Нам нужно будет их потом просто иногда детектировать. Она как бы здесь летит. И что она может? Ну, она может, например, так вот вращаться об землё. Или я не знаю, как там... Что она будет делать. Просто если просто вывести её на орбиту, то она будет потягиваться к земле, и всё будет нормально. То есть просто, чтобы она на орбите вот так вот висела, вот она будет крутиться, но мы сделаем так, то есть, например, если она крутится вот так вот против часовой стрелки, допустим, там с какой-то скоростью, Мы просто добавим скоростью за часовой стрелки Такую же, с которой она крутится Просто так Ну короче, мы уравняем их, чтобы она была здесь и здесь Они будут статичны Изи Или, короче, можно еще сделать одну штуку Построить Ракету С огромной солнечной батареей, очень мощной Которой очень мощный прием То есть пустите эту ракету в солнце Подожди, не смейся Это важные вещи И когда эта ракета будет с солнечной батареей Лететь, то есть огромный импульс Который будет питаться от этой же батареи Будет передавать часть энергии на землю То есть фишка в том, что чем ближе батарея к солнцу Тем больше она энергии И пока она долетит до солнца, она в итоге сжарится Но за это время, пока она будет лететь Оно передаст огромную энергию на землю И у нас будет опять же бесконечная энергия Что вы об этом думаете, мистер енот? Ты конченный Да сам ты конченный И что ты Опровергнуть там, например, как-то Что у нас Как она будет передавать энергию? Огромным лазером Огромным лазером Каким лазером? Серьезно Просто будет большой лазер, который будет запитываться энергией от солнца И поскольку он будет питаться от солнечной батареи Чем ближе эта ракета будет к солнцу Она в нее направлена Тем больше она будет получать энергии Этот лазер будет все мощнее и мощнее и мощнее В итоге оно дойдет до какой-то точки Когда уже начнет деструктироваться конструкция За счет того, что огромная просто температура будет Оно в этот момент будет передавать просто огромные лучи энергии То есть, а наша задача Просто вывести на орбиту Земли станцию, которая будет принимать Эту штуку, то есть, все время То есть, не просто поставить ее на земле, чтобы она Опять же крутилась и был дефект с прокруткой Она будет все время принимать и отправлять На землю По-моему, отличный вариант Или, короче, смотри Очень затратный Вот менее затратный вариант Это вообще самый топовый Мы берем, делаем Хотя я не думаю, что мы такое сможем сделать Только, в принципе, сможем У нас же тут максимализм сейчас в моде Делаем, короче, огромный-огромный Этот Как это называется, боги? Не поршень, не колесница В мельницах такая штука Знаешь, стоят мельницы возле воды И, типа Когда река течет То есть, за счет течения Вращается такая штука, боги, как же она называется Колесо такое с палками Сейчас я тебе в пейнте его нарисую Вот пейнт Я понял, что это такое Подожди, ну может подписчики не поняли Которым я сейчас все это скину Где? Вот колесо Ну и тут такие Раз, палка, два, палка Но это на солнце похоже Нет Давайте как-то более красиво нарисуем Такие Вот здесь вот палка Вот здесь вот палка Ну что, вы поняли? Короче, в чем суть Мы ставим огромную такую штуку Размером с Землю Наверное, с три Земли Вот в какой-то точке в космосе И прикрепляем к ней Подожди И прикрепляем к ней специальный механизм Который, типа, заряжает энергией Ну, когда она крутится То есть, как работает гидростанция и так далее То есть, крутится вот эта штука И за энергией Она работает на солнечной энергии Подожди, не-не-не Дело в другом То есть, она работает за счет того, что она крутится Как она будет крутиться? Короче, смотри Когда мы ее поставили, планета же крутится Вокруг Солнца То есть, вот она целый год Крутится, крутится, крутится И вот, когда проходит год Она начинает вращать эту штуку То есть, она врезается в эту штуку Начинает ее таранить Она крутится, соответственно И вот эта штука передает на Землю Энергию То есть, мы должны сделать ее настолько большой Чтобы за один год Она давала энергии, там, на полтора года То есть, на резерв То есть, и каждый год мы будем получать Столько энергии, сколько нам нужно То есть, за счет того, что она будет крутить Эту огромную шестеренку Она только, чтобы Земля не пострадала то есть представь тут огромная деревянная палка будет можно это наверное какие-то резиновые эти про подкладки сделать чтобы типа ну не раздолбила подожди ну или что мы можем еще сделать или короче я придумал как освещать всю землю круглосуточно 3 солнечные лучи они как бы обтекают землю вот примерно по вот такой траектории вот типа земля вот солнечные лучи как бы его здесь вот свет а там тут идет тьма да вот типа давай сейчас тьму нарисуем вот тьма то есть три как мы делаем мы здесь ставим два огромных зеркала которые будут все лучи которые идут мимо земли отражать ровно вот так вот по половине на поверхность противоположной земли то есть вот тут будут два зеркала здесь вот здесь вот чтобы целый день был день зачем то есть везде на всех точках планеты если мы будем ставить много солнечных батареи то не будут работать его круглосуточно а не только там днем или ночью то есть не будет ночи больше никогда и все время будут солнечные батареи работать черни упоришь братан